Привет, меня зовут Лера, я спешу тебя уведомить о том, что я хочу кое-что сделать. В последнее время я все желаю что-то делать в физическом пространстве, а не только в интернет. И я открыла для себя такую штуку, как фото-зин. У меня есть много фотографий, особенно черно-белых, которые я публикую в инстаграме и понимаю, что этого недостаточно. Их нужно видеть на бумаге, их нужно видеть в реальном мире. Поэтому я думала их объединить. Пока не знаю, как назвать, в каком формате. Это нам предстоит решить. Объединить и сделать такую фотокнигу. И в принципе, как я поняла, это нормальная практика у фотографов. Мне хочется тоже такую штуку. Даже, может быть, не в одном экземпляре. Было бы очень классно их продавать, но я не знаю, кому-то это интересно. Пока что я остановилась на этапе изучения вообще, как делается этот фото-зин. Пока я поняла, что мне нужна программа ин-дизайн, в которой я разложу непосредственно фотографии, которые я сначала отберу. У меня есть два варианта. Либо я делаю один фото-зин и туда помещу ЧБ-фотографии как портретные, так и абстрактные. Но мне не очень хочется на самом деле печатать людей, потому что изначально не особо любила фотографировать людей. И как бы мне хотелось оставить это первоначальность, потому что любовь к ЧБ у меня зародилась именно из-за фотографирования абстрактных фотографий, так скажем. Ну и природы, и всего, короче. В ЧБ все красиво. Либо у меня есть второй вариант, когда я делаю два фото-зина, то есть я печатаю сначала только абстрактные фотографии, а во втором варианте я печатаю с портретами. Но там уже можно будет поиграться и добавить не только ЧБ-портреты. И вот не знаю. Наверное, пока стоит остановиться на фото-зине просто ЧБ-шном. Ну да. В принципе, там набирается достаточно фотографий и можно что-то придумать. Я думаю, что я делаю фото-зин в таком... Короче, keep it simple. И сделан простым. Раскладка будет на белом фоне. И, возможно, куда-то добавлю черные рамки. Да. Будет тоже прикольно. Ну, в общем, да. Как, наверное, вы уже поняли, я хочу этот процесс закрепить хотя бы в таком пространстве и посмотреть, как это все я делала поэтапно потом. Я еще рассматривала самодельные зины именно на принтере, если печатать. И мне эта идея нравится, потому что я представляю, что вот эти вот ЧБ фото с зернистостью на 150 миллионов еще на каком-то обычном принтере будут распечатаны. Они будут серые, где-то не пропечатаны, и это будет атмосферно. Но я не такой миллионер, чтобы тратить столько краски. И я, на самом деле, даже вчера, когда начинала, я думала, как круто, как круто, я хочу это сделать, как круто. Я очень этого хочу. Ну, а потом приходят мысли, которые тебя немножко останавливают, и сразу у тебя не получится. Очень много этапов. Короче, какие-то бесполезные, это никому не нужно, это никто ничего не купит. Опять бесплатно отдавать, ну, не знаю. Ну, и, короче, все останавливают. Поэтому я решила записать видео, потому что так я буду хоть перед кем-то отчитываться о своем процессе. Итак, что я имею под конец первого дня? Я так и не поняла, как назвать вот это вот произведение. Назовем так. Photos which are not enough. Это очень прикольно, но, во-первых, я не знаю, все-таки на русском или на английском. Если на русском, то это будет звучать как фото, которым мало, и здесь как бы можно будет написать такую историю, типа, мало находиться в интернете, в этом пространстве, и нужно их пощупать, посмотреть. А вот как с английским, как бы, связать это? Можно даже подписать, наверное, перевод. Короче, я не знаю, я не понимаю, как выстроить титульный лист, потому что, ну, обложку саму, потому что это очень важно. Как написать мое имя, фамилию? Написать просто ник Инстаграма или Валерия Никитина или Бай Валерия Никитина на русском, на английском. Какой шрифт? Со шрифтами у меня всегда проблема. Я вроде поняла, как можно разместить фотографии, но я поняла, что большинство моих черно-белых фотографий, которые я нашла, они из Крыма. А именно, смысл Хамелеон, до которого мы так и не дошли. Но все же, надо разнообразить, потому что я думала, что у меня миллион таких фотографий, потому что я всегда фотографирую в этом режиме ЧБ. Но, оказывается, я не могу их найти. Либо там изображены люди, то есть это портреты. Я не очень хочу пока использовать портреты. Я поняла, что я все-таки буду использовать фотографии людей, потому что есть такие абстрактные фотографии, где не видно лиц, а только силуэта. Я пока довольна тем, что получается, но я уже задумываюсь о том, вот, будет это готово. А дальше что? Не знаю, что из этого получится. Я вообще думала еще добавить какие-то надписи, рисунки. Не знаю, в процессе что-то решится, но меня очень беспокоит обложка, и я не могу пока найти интересные для меня примеры. Даже надо, короче, видео отдельно записать про фотографии. Я, конечно, не особый эксперт, но я давно с этим всем. На интуитивном уровне разбираюсь. Только я здесь сидела несколько дней назад и говорила, как меня все бесит. А сейчас я сижу и буду рассказывать о том, что наконец-то я сделала первую фотокнигу, фотожурнал. Я не знаю, называйте как хотите. Боже мой. Валерия Никитина здесь написано. А я сам нарисовала смайлик и нуар. И из того, что это написано большими буквами, ну, в шрифте так было, короче, здесь нету точки. Я ее переместила, ну, поставила, собственно, сюда. Зачем ты ешь цветок? Короче, я ее поставила вот сюда, и кажется, что все, оконченная композиция. Итак, я вообще не знала, какие будут листы, что вообще будет, и это очень все мне нравится. Я довольна. Я очень довольна. Видеть свои фотографии в реальности, как будто ты листаешь какой-то журнал. Это просто невообразимо вообще. Я не могу. Это просто потрясающе. Я очень люблю свои фотографии. Я сделала свои фотографии. Ради вот этого стоит жить. Все. Моя религия. Просто мои фотографии. Что я могу сказать? Мне еще положили такую милую открыточку для больших чудес. Большое чудо уже свершилось. Я думаю, что еще не раз свершится. Это первый и единственный экземпляр пока что на сегодняшний день. Я бы хотела, конечно, иметь возможность продавать это. Ну, в принципе, я имею возможность. Просто я не имею клиентов и платежеспособных людей. Потому что на самом деле это дорогое удовольствие. И, в принципе, фотография — это дорогое удовольствие. Короче, я потратила на это 1200 рублей. Вот на это. Не считая то, что я покупала фотоаппарат. Который стоит много, там, объектив. Так, знаете. Я бы поставила цену какую-то повыше, конечно, чтобы это хоть как-то окупилось. Но куда еще выше. То есть люди, как мне кажется, не готовы за это платить. Ну, люди, с которыми я общаюсь и которые знают меня. Хотя, может быть, я не права. Я за них додумываю. Это так классно! Я просто... Я поставлю этот свет куда-нибудь и вот на это смотреть. Господи! Я очень надеюсь, что кому-то это тоже будет так же нравиться сильно, как мне. Я не плачу, Федь. Я не плачу. Ой, Дима сладкий. Ты пришел сказать, как классно, да? Все, тихо. Все теперь. Ну, Федь, ну, пожалуйста. Ну, ты, ну, малыш, ну... Ну, ты, ну, малыш, ну... Субтитры сделал DimaTorzok